Минимальный размер оплаты труда в России будет выведен на уровень прожиточного минимума в ближайшие несколько лет. Об этом сегодня сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства. С 1 июля этого года федеральный МРОД поднимется на 4% до 7800 рублей. В результате увеличения федерального МРОД произойдет повышение некоторых компенсаций и социальных выплат. Именно на основе этого показателя рассчитывают выплаты пособия по временной нетрудоспособности, породами, беременности, а также пособия по уходу за младенцем ежемесячно в течение полутора лет. Напомню, сейчас федеральный МРОД составляет 7500 рублей. Безусловно, уровень минимального размера оплаты труда в Российской Федерации неприлично низок. Мы вот по этой градации по МРОДу, мы, к сожалению, находимся среди мировых государств где-то в самом-самом последнем. И, безусловно, об этом мы ставим вопросы правительству. Кстати, создана рабочая группа, совместное правительство и депутаты Государственной Думы. Поставлена задача в самые ближайшие годы, это будет год-два-три, сравнять минимальный размер оплаты труда с прожиточным минимумом. Это общая наша национальная задача. Одновременно с повышением федерального МРОД с июля повысится и региональный МРОД. Напомню, в Наринмаре было подписано трехстороннее соглашение о минимальной заработной плате в Неницком округе, в соответствии с которым поэтапное повышение размера МРОД устранит существующий разрыв между минимальной зарплатой и прожиточным минимумом. В результате региональный МРОД с 1 июля 2017 года повысится до 14 260 рублей. Действующий минимальный размер оплаты труда составляет лишь 12 420 рублей. Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения составляет в Неницком округе 20 673 рубля. Напомню, поручение о повышении минимального размера оплаты труда в регионе дал губернатор Игорь Кошин, выступая с ежегодным докладом о своей деятельности перед собранием депутатов НАУ. Сегодня минимальный размер оплаты труда в регионе серьезно отстает от величины прожиточного минимума. Это сложно понять и уж тем более объяснить, как прожить человеку, чей доход ниже минимального, возможность прокормить свою семью. И я прошу Департамент финансов и ведомства, курирующие вопросы труда и занятости, тщательно проанализировать ситуацию, изучить наши возможности для поэтапного повышения МРОДа в нашем регионе. Увеличение МРОД скажется на размерах заработной платы. В размер минимальной зарплаты в НАУ входят доплаты и надбавки стимулирующего и компенсационного характера, включая районный коэффициент и процентную надбавку к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера. Региональный размер минимальной зарплаты устанавливается для граждан, работающих на территории Ненецкого округа, за исключением работников организаций, финансируемых из федерального бюджета. Зарплата последних не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.